В этом выпуске я хочу вам рассказать о нескольких альбомах, которые я специально заказал себе к новогодним праздникам. Эти альбомы я купил в Германии в одном немецком интернет-магазине, в котором я уже покупаю альбомы где-то лет 8. Я никогда не отвечаю на вопрос, какой это именно магазин, дайте мне адрес, потому что я в этом магазине не работаю и создавать кому-либо рекламу я не хочу. Тем более я несколько раз попадал в такие ситуации, что я как-то давал человеку, а потом у него возникали какие-то проблемы с магазином, то ли пластинку забыли положить, у меня тоже такое было не раз, или посылка шла пару месяцев вместо двух недель и так далее. И вот человек ждет эти два месяца свою задержавшуюся посылку и вспоминает меня низлым тихим словом, так как я посоветовал из моей подачи, он купил что-то в этом магазине. Поэтому я, пожалуйста, не задавайте вопросов. Есть интернет, я покупаю они в секретных магазинах, их знают буквально все. Вот это очень распространенный и очень, скажем так, широким полем действия немецкий магазин. У них большие объемы продажа, вы их легко найдете через обыкновенный гугл. И вот я заказал перед Новым годом несколько пластинок, которые можно характеризовать так. Там новых альбомов нет, то есть альбомов, которые были написаны там в ближайший год-два какими-либо музыкантами или исполнителями, а есть зато альбомы, которые очень знаковые и очень душевные. Ну, как для меня. Именно такие альбомы я посчитал правильным будет купить к такому празднику, как Новый год. И вот сегодня я хочу вас с такими альбомами познакомить. Первый альбом, который мы будем рассматривать, это альбом-саундтрек к знаменитому фильму «Амаркорт». Это фильм режиссера Федерико Феллини. Этот альбом выпущен в Италии на 180-граммовом виниле. Это юбилейное дополненное переиздание саундтрека к знаменитому фильму. И это издание приурочено к 110-летию Нина Рота. Это знаковый альбом с музыкой Нина Рота. Сейчас впервые представлен он в виде двойного альбома. Обложка с разворотом. Альбом тщательно отреставрирован, переработан и записан с оригинальных мастер-лент. В этом выпуске, как я и говорил, 12 трекам добавлены 15, которые ранее не издавались. В комплект входит и постер размером 30 на 75 сантиметров с оригинальными произведениями Джулиана Геллинга. А также репродукцией нотных листов музыки Нина Рота. Как мы знаем, фильм «Амаркорд» получил премию «Оскар» в 1974 году как лучший иностранный фильм. А также получил две номинации за лучшую режиссуру и лучший сценарий. По прошедшей стольких лет эта музыка до сих пор вызывает интерес у слушателей и ценится во всем мире. Я видел фильм «Амаркорд», он транслировался тогда в прокате в СССР, когда он вышел. Ну, может быть, там позже, на год-два-три. Я, честно сказать, не помню, в каком году я его видел в Советском Союзе в кинотеатре. Но я так думаю, что уж точно в 70-х, потому что мне было лет, наверное, 13-14 или 15, когда я его видел. Я помню свои впечатления после просмотра этого фильма. Но то, что музыка замечательно надолго у меня звучала в голове после просмотра фильма, это точно. И что еще точно, я, безусловно, не понял то, что хотел сказать Федерико Феллини своим фильмом. Я просто не был к этому подготовлен. Я имею в виду не такой большой знаток кинематографа и различных умных, скажем так, философствующих сюжетов. Но я помню вот это вот эмоциональное воздействие, которое на меня произвел этот фильм. Я помню, что я когда шел с кинотеатра, вот у меня было такое ощущение, что я вот что-то такое передо мной открылось. Вот я вот только что что-то такое вот увидел, такое узнал о человечестве. И я вот шел наполненным вот этими эмоциями. Я помню, что меня эмоции переполняли после просмотра этого фильма. Мне казалось, что я прикоснулся к чему-то настолько великому, что передо мной такая дверь открылась. На самом деле у головы полный сумбур. И вот все равно есть ощущение, что вот что-то ты такое узнал, вот что-то ты про людей такое увидел. Вот как-то вот ты сейчас вот так посмотрел на нас, на всех. И вот это вот есть истина. Ну, в общем, глубокое эмоциональное впечатление у меня, как у подростка, было от этого фильма. И, конечно, когда я увидел, что выходит такое замечательное издание, я не мог устоять и купил этот альбом. Я как бы рекомендую, если кто-то так же, как и я, был впечатлен фильмом «Амаркорд», обратить внимание на это издание. Оно явно стоит того, чтобы его приобрести. Ну, естественно, для тех, кого подобная музыка интересует. У меня есть несколько пластинок в моей коллекции «Ненарота». Ну, большинство людей знает «Ненарота» именно по вот этим двум саундтрекам, не только по этим. Ну, «Крёстный отец» — это то, что знает каждый, наверное, из нас. Это тоже музыка «Ненарота». Вот, поэтому я советую обратить вам на это замечательное издание в своем внимании. И если у вас будет такая возможность, приобрести его. Следующий альбом, который я получил в своей предновогодней посылке, это, опять же, саундтрек только к фильму «Завтрак у Тиффани». Оригинал этого фильма под названием «Завтрак у Тиффани» выходил в 61-м году. В том же году был выпущен и саундтрек. На лицевой стороне обложки мы видим «Одери Хепберн». Музыку к этому фильму написал Генри Манчини. Кстати, мой один из самых любимых композиторов. Генри Манчини и Мерсер написал стихи к песне «Мон Ривер». Да, на этом альбоме та самая знаменитая вещь, за которую два автора, Генри Манчини и Мерсер, получили по «Оскару» за эту одну песню. «Мон Ривер», конечно, это, безусловно, хит хитов. Очень интересная история его появления на этом альбоме. Но вот сколько лет прошло, я думаю, эту песню будут проигрывать, исполнять еще не одно десятилетие, потому что, ну, уж слишком замечательная вещь. Генри Манчини за этот саундтрек получил на самом деле два «Оскара». Первый за песню «Мон Ривер», а второй, в общем, за весь саундтрек. Этот альбом, когда он вышел в оригинале в 61-м году, он оставался в чарте «Биллборд» в течение более чем 90 недель. Когда впервые Генри Манчини предоставил руководству компании песню «Мон Ривер» для этого саундтрека, то руководство компании отказалось ее включать в саундтрек. И когда об этом узнала Одри Хэббер, она закатила буквально истерику и потребовала, чтобы эта песня была в фильме. А благодаря ее настойчивости эта песня появилась в фильме и стала хитом всех времен. На самом деле существует вариантов исполнения песни «Мон Ривер», ну, говорят, что около уже, наверное, тысячи. Или более тысячи. Но сам Манчини считал, что наилучшее исполнение этой песни как раз в варианте исполнения Одри Хэбберн. В альбоме 12 оригинальных композиций. Музыка на этом альбоме из разряда таких произведений, которые вы будете слушать независимо от того, какой стиль музыки вам больше импонирует. Это музыка из разряда, ну, скажем так, вечной. Что бы вы ни любили, чему бы вы ни отдавали предпочтение, вот такой музыке всегда найдется место и время для того, чтобы ее послушать. Я вам рекомендую, если вы не купили, обратите внимание на подобный саундтрек. Дело в том, что он издавался много раз. И вот сейчас я видел, кстати, в Германии есть в продаже два вида этого саундтрека. Это на черном виниле, на голубом виниле, они немножко отличаются по стоимости, но, тем не менее, они в наличии есть. И если вы надумаете, у вас будет возможность его приобрести, то вот сейчас как бы есть для этого все возможности в плане того, что данный саундтрек есть в открытой продаже, в наличии. Не нужно ждать его выпуска и так далее. В общем, рекомендую вам. Третий альбом, полученный мною при новогодней посылке, это юбилейный выпуск, прирученный к 25-летию выхода оригинальной записи. Это альбом с одноименным названием «Буэна Виста Социал Клаб». «Буэна Виста Социал Клаб» – это проект, в который вошли кубинские музыканты. Организовал этот проект американский гитарист. На момент записи, а оригинал этого альбома выходил в 97-м году, вот на момент записи этого альбома в оригинале большинству музыкантов проекта было уже за 70 лет. Это единственный альбом, который выходил у музыкального проекта «Буэна Виста Социал Клаб». И вот этот ансамбль кубинских музыкантов был управляем Хуаном де Маркосом Гонсалесом, а собран американским гитаристом Раем Кудером. Альбом был записан в Гаване в 96-м году, выпущен был в оригинале 16 сентября 97-го года. Альбом заслужил высокую оценку критиков и получил множество похвал от музыкальных авторов и изданий. В 2003-м году альбом занял 260-е место в списке 500 влельчайших альбомов всех времен. Этот список составлен журналом Rolling Stone. Альбом также вошел в книгу «101 альбом, которую вы должны услышать, прежде чем умереть». По состоянию на 2020 год было в мире продано более 8 миллионов копий этого альбома. Альбом награжден премией Грэмми за лучший традиционный тропический американский, латиноамериканский альбом. Слава Буна Виста Социал Клаб удвоил кинорежиссер Вим Вендерс, снявший в 98-м году одноименный фильм, посвященный этому музыкальному проекту. И на многочисленных кинофестивалях этот фильм неоднократно признавался лучшей документальной лентой и удостоился престижных наград. Именно этот юбилейный выпуск включает в себя дополнительно 5 треков, которые были записаны на тех же звукозаписывающих сессиях 1996 года. И в комплект этого выпуска входит 20-страничный буклет с фотографиями, стихами из песен, текстами и так далее. То есть я посчитал это весьма интересным изданием и с большим удовольствием его купил. Возможно, вас также это заинтересует и вы будете наслаждаться латиноамериканской музыкой у себя дома. Я вам показал три альбома на виниле, которые я получил в своей предновогодней посылке из Германии. И есть еще один альбом, который на виниле у меня уже был в коллекции, но я решил его купить на CD. Дело в том, что я не покупал CD без привлечения, сейчас скажу, как минимум 20 лет. То есть вот я впервые за 20 лет купил первый CD. Это альбом Джорджа Майкла «Олдер». Я рассказывал как-то в одном из своих выпусков о том, что я этот альбом покупал в год его выпуска. Я в тот год был в Дюбае и увидел этот альбом в магазине компании Virgin и приобрел его именно вот на CD. И когда я приехал домой, я записал себе его на кассету, а сам альбом отдал своему знакомому. Ну, считал, что он мне не нужен, мне и кассеты хватит. А вот когда я видел в самом магазине этот альбом на виниле, я посмотрел на него и подумал, ну, кому он нужен этот старый формат, и не купил. Потом купил это на дисках себе за весьма немалые деньги. Из всех альбомов Джорджа Майкла мне, честно говоря, нравится только два. Вот этот альбом «Олдер» и второй альбом «Songs from the last century». Очень люблю тоже этот альбом. Песни этих двух альбомов я слушаю регулярно. Этот альбом на виниле не издавался. Этот альбом был выпущен на виниле, но один раз. И, кстати, был очень замечательно записан, с высоким качеством, но ни разу не было переиздания на виниле. И я, честно говоря, последние два года уже надеялся, что вот-вот он должен выйти на виниле переиздания, и я куплю новый, совершенно новый альбом с прекрасным звуком. Но мои надежды не оправдались. Те предзаказы, которые вывешивали интернет-магазины, все оказались фейком. Дело в том, что они даже и деньги уже брали на то, что вот скоро сейчас он выходит, давайте платите предоплату, вот получите там, и, кстати, это было и в этом году, что вот в июне месяце вот уже выйдет. Он не выходит. Я, насколько понимаю, вот там проблема с правообладанием на наследие Джорджа Майкла, видно, родственники его судят со звукозаписывающей компанией. У него и при жизни были с компанией Sony проблемы. Там постоянно выяснялись судьи отношения между Джорджа Майклом и компанией. То есть, видать, эта вся история на правообладание, кто имеет приоритет, видать, она продолжается до сих пор. Из-за этого слушатели никак не могут получить этот альбом в виде переиздания на виниле. Ну, мне кажется, вот из-за этого проблемы, другую проблему я здесь не вижу. И вот я не удержался и таки купил его на CD. Ну, возможно, вас тоже это заинтересует, потому что оригинал этого альбома на виниле, его цена доходит до 2000 евро в отличном состоянии. Ну, мне кажется, купить недорогой фирменный CD это тоже замечательный вариант при таком уровне цены на этот альбом. Так что я вам рекомендую. Я вам показал альбомы из предновогодней посылки, которые я получил из Германии для себя в качестве подарка. На мой взгляд, мне лично, безусловно, эти альбомы нравятся, иначе я бы их не покупал. Но, возможно, вас это тоже заинтересует, и вы обратите на них внимание, и вам тоже захочется их приобрести. Что я хотел бы сказать в конце, вот сейчас уходящего 2021 года. Мой YouTube-канал существует 6 месяцев. Я уже вывесил на своем YouTube-канале более 70 выпусков. Ну, если я так помню, где-то 73 есть в ближайшие дни. Еще, может быть, пару повешу. То есть, ну, достаточно неплохой объем за полгода работы. У меня не так много подписчиков на канале, и это вполне объяснимо. Я ни разу никого не просил ни в одном своем выпуске подписываться на мой канал. и ни разу не просил, и не говорил о том, что ставьте лайки и так далее. И в дальнейшем собираюсь так делать. Я думаю, что если человек хочет подписаться, он это сделает без моего напоминания. Если вам это понравится, то, что я записываю, вы также лайк поставите без моих просьб и напоминаний. Потому что, на мой взгляд, когда я прошу вас ставить лайки или подписываться, я вхожу в какие-то обязательства перед вами, я вас о чем-то прошу. Я считаю это для себя неприемлемым. Я сделал этот YouTube-канал и записываю видеовыпуски, потому что мне это самому интересно. Это мое хобби. Я на этом не зарабатываю. Я за полгода не получил ни одного цента. И это не коммерческий проект. Это просто потому, что мне это нравится. И поэтому я бы очень просил тех зрителей, которые попадают на мой YouTube-канал, и им не понравилось то, что они увидели, услышали. Не важно, что им не понравилось. Но не понравилось и все. Я вас очень прошу, не оставляйте негативные комментарии. Не нужно этого делать. Вы пришли ко мне в гости, я что-то делаю. Я делаю то, что мне нравится. Вам это не понравилось. Развернитесь, захлопните за собой дверь. Зачем? Зачем тратить секунды, минуты своей жизни для того, чтобы человеку, вам абсолютно незнакомому, написать какой-то негатив? Вокруг нас негатива более чем предостаточно. Не нужно его увеличивать. Вот если я захожу кому-то на YouTube-канал, и мне не нравится то, что я вижу, у меня даже в голове такая мысль не возникнет, написать что-то там гневное. Мне за эти полгода что только не писали. Когда я собирался открыть этот YouTube-канал, мне ребята предупреждали, что люди есть разной культурой воспитания, и будь готов к тому, что всегда найдутся очень своеобразные люди, которые будут тебе писать своеобразные вещи. Ну, собственно, я очень рад тому, что таких людей все-таки, ну, один из десяти-двадцати, которые могут сделать мне замечание, почему я говорю на русском языке, а веду выпуск в украинской национальной одежде вышиванки. Для меня вот такой вопрос – это суперстранно. Вот просто суперстранно. Я бы, если даже представить такого не могу, чтобы я сделал человеку замечание по поводу той одежды, в которой он ведет выпуск. Мне кажется, это совершенно ненормально. И некоторые делают мне замечание – а вот откуда у вас такая информация? Если вы посмотрите последние мои выпуски, не первые, которые я только начинал, грубо говоря, тренировался, набивал руку, а вот последние пару десятков моих выпусков, вы увидите, насколько много информации о том или ином исполнителе или альбомах присутствует в этих выпусках. На вот один рассказ об одном каком-то исполнителе мне уходит около месяца. Где-то не менее двух недель по 12 часов в день у меня уходит на поиск информации, ее систематизацию, выставление в хронологическом порядке. потом я это все записываю на видео, потом это все монтируется. Это вот месяц уходит для того, чтобы снять там один какой-то сюжет, рассказ об исполнителе. Он будет состоять из трех-четырех выпусков по 20 минут. Но это очень кропотливая работа. Дело в том, что я не использую русскоязычные источники информации. Я стараюсь, так как я делаю не в том, на каком языке, а дело в том, что первоисточники, если я рассказываю о французском музыканте, или я рассказываю о английском исполнителе, то я иду к ним на их сайты, в их средства массовой информации, собираю информацию на английском, на французском, потом все это перевожу, систематизирую и уже выдаю на видео. Я считаю это более правильным подходом и должен вам отметить, что на многих форумах по обсуждению, на многих страницах, сайтах, на каких-то соцсетях английских, или немецких, или французских, там гораздо больше информации именно в стране оригинального происхождения. этого исполнителя. Вот оттуда я информацию беру. Все это занимает очень и очень много времени и сил. И, конечно, мне все-таки обидно, когда заходит человек и начинает, ну, совершенно, я не понимаю этого. Вот поэтому я просто говорю и прошу вас, если вам не понравилось, просто хлопните дверью и идите. Я думаю, это будет более правильно. Вы себе сохраните нервы и на меня не вылите тот негатив, которого, ну, и так вокруг меня хватает. Я желаю в новом году всем здоровья, счастья, замечательной музыки и возможности приобретать новые альбомы. Я это желаю вам, я это желаю себе. Приятного прослушивания музыки. С новым наступающим 2022 годом. До свидания.